итак совершенно другом месте вот он патриарх тот самый который о котором я так говорю с гордостью вот вот это вот 10 постоянно кольца не дается расти вот здесь вот я не стал косить и она взошла дружно схода это самое лучшее в мире самом разостойке маньчжурский абрикос почему самосев самосев это когда они растут таким здесь был плотный слой помните фотограф показал какая-то проросла какая-то сгнила какая-то просто молчит спит смотрели предыдущие 5 вебинаров вот повторяться тоже неудобно и вот листь лежат густым ковром сходят какие лучше из лучших они сейчас вот так вот торчат там они не растут они в тене время растут но плохо учеба такая за все лучше из лучших но по моим так прикидком один из 20 30 где-то так учитывая плотность вешки я в одном сфере показывал они лежат ковру вот для чего это говорю для того чтобы вы поняли искусство сертификация и мы можем добиться чего чтобы они росли густо-густо следующая тема где мы садим у меня получилось так что забор близко шансов то есть садить некуда в стране земли нет правильно вот я садил вот смотрите не падать вот этот абрикос он должен был бы обречен на смерть несмотря ну последний какой он плаваться но молодость это ему тогда был знаете лет шесть-семь чего это же амура он растет мощно молодежь совсем прошли годы внимание это он вот он еще держится пачка жив сколько ему осталось я сам с интересом господи опять засел опять весь абрикосок дашь сколько дверей всего собрала много это знаешь как старину в школе проходили что древние люди вы считали до трех она же много ну ладно так вся к чему это все говорю значит этот забор с одной стороны это защита вот например от ветра а с другой стороны что это он защитил молоденький другой стороны здесь сыра получилось но прививка на маньчжурец маньчжурцы держат сырость я вам уже показывал все покажу вот он маньчжурец правда хитро посажен здесь плохо видно ярко выраженный холм вот он посажен был не на холм на ровное место но здесь уклон 10 градусов он выжил и когда корни начали разрастаться он начал подниматься над почвой теперь ему ничего не грозит но у меня есть фотографии где здесь грибы растут вот который кстати не трогал ничего страшного так потому что все равно возраст это так же как мы старики мхом покрываемся то так они тоже кстати с северной стороны веке вот это вот вот это может стать плесень это может стать мхом как хотите называть вот но если кто-то подошел и взял бы щетку металлическую как учат вот так учат вот содрать это все я бы руки нет я бы взял щетку отобрал и провел бы по нему вот так вот сдирая кожу чтобы не подходил деревьям и не учил других дури а такой дури научно много ребята я конкретику говорю или нет когда говорю не трожьте эти со северной стороны особенно грибы и мох ладно этот сейчас случайно мох увидел я рассказывал про самосев вот этот самосев то ли 2040 уехала в это в мярский институт единственный полный успех единственный случай ученый заказал ученый оплатил да вот это самое и пустя 10 на свет сказал все живы все плоды носят плоды сладкие а то манджурцы то вот так этого аулина александр юрьевич можете проверять помните показывал документ официальный я мне предложил сотрудничество возвращаясь к амуру он сам по себе восток помните там сколько этих самых циклонов на дню по три у них бывает только так наводнение сильно наводнение и еще сильнее наводнение вот так они живут и вот это вот манджурец оттуда и амур оттуда результат на лицо да ему где-то сейчас лет 28 с момента посадки ну 25 ну в общем держит старик вот я их по плохом забор мешает забор создает тень забор создает условия для развития грибу вот но старик держится ловите момент я поговорю жителям дальнего востока где сыра я говорю жителям прибалтийских стран где тоже сыра вот это вот особый случай это манджурец вниз манджурец дальше серафим тоже рекордный был этот самый ветка соседи заставили спилить якобы забор то есть сара якобы гниет так бывает спилил а вот это королевский до сих пор жив ему уже 30 лет исполнилось точно вот это вот торчат ветки манджурца вот эти ветки вот одна вторая 3 черта их надо спасти их надо каждый год это говорю никому не надо вот их надо спасти их надо перенести и привить на что угодно хоть на сливу хоть на терн хоть на это хоть на вишню хоть на что спасти спасти потому что это дерево в самое сырое место летом тут все время это это тонны воды с этого здоровенного сара и под него под него под него со всех сторон окружен со всех сторон на него тень тень живого места нет все равно королевский плодоносит благодаря вот этому подвою вот этим веткам цены нет это сверх цена эта ветка должна стоить не 100 рублей не 150 а тысячу рублей тысячу долларов по школе такие вещи случаются вот это как старатели там песке копается кто-то шел мимо наклонился и поднял самородок золото весом там 10 килограмм вот такие вещи случаются в любительских садах господа ученые так конкретик это или нет что вот это надо спасать решайте сами так ну конкретики много приготовил значит так вот прикупили мы эту часто под слева его плохо видно вот тут сейчас так тут стоит 50 долларов сотка вообще тысяч сотка вы не смогли прикупить теснились и вот этот склон засадил почему заметьте как как бы вот здесь как бы существует только из-за того что вот здесь склон там 10 градусов здесь допустим 30 существует как бы 2 географические зоны это надо использовать здесь раньше зацветает здесь раньше просыпается здесь длиннее вегетативный период сами понимаете вот может быть даже на целый месяц дает плюсы дает но здесь высых и сыхание идет сильнее согласны вот какое снегозадержание тут уже снега нет и что получается смотрим дальше а прошел год посадил я этому прикупили учаться посадил да и вот смотрите здесь вот это вот живо осталось им еще два поменьше вот это все было мертво это все с рынка а теперь смотрите что у меня получилось я не с рынка я сам себе садил смотрите прошло время вот там абрикосы вот здесь а здесь все парочка полудохлых это геопатогенная зона я вам показывал вот конкретно вот яблони на корневых отводках дают вот такие сдержанный рост очень корневой отводок сразу плодоносит на третий год обычно вот эти бывает на второй да видели питомники сергея фильм уже много снял вот здесь же рядом груша вот она вот видите кстати за сварок сладчайшие молодые деревья очень сладкие сваруги ну и наконец что я хотел показать это просто снимок он тоже имею ввиду конкретику имею ввиду меня получилось как вот уже плоды да вы видите вот эта груша это сегодня востока если бы узнали как первые годы его жрала тля без слез нельзя было подходить ни одного листика не оставляли не только верхушечная потом естественно боролся я где-то прочитал про 16 вылетов тли то есть вот раз через неделю опять я за это с крыльями занесла через там 10 дней опять а по рыскаешь дождь прошел опять ли округом 16 вылетом но это может в юге у нас тоже на немало хоть это и сейро ходит и сибирь и что дальше когда я начал анализировать что мне некогда было у меня на одном ряду росли абрикосы через метр второй ряд это же бывший питомник все что вы видите я назвал кочущим отсюда деревья росли оставшиеся выдавили питомник эти продала лучше оставил и у меня получилась вот такая каша посмотреть это вот и что получилось думать что же это такое а потом меня не хватило ни сил ни здоровья когда пропади она не пропала почему потому что вот эта груша которую вы видите абрикос который вы это самое тут же рядом сбоку они тлю для их здоровая деревья вообще пролетает мимо чур меня кричит это тля с крылышками и летит дальше почему да потому что они здоровые она отравляется да существует для игрушевая существует для абрикосовая оказывается а у меня никто никогда не видел не считая нескольких редких случаях удалось чудом пару снимков рекламу этих не рекламных учебных сделать и что чему это длинный разговор я бы мог просто сказать садите рядом грушу со сливой и на сливе не будет ли вы мне поверите да нет конечно поэтому вот такой длинный монолог начал издаля до был питомник да получилось вольно невольно что рядом растут потому что между ними метр ряд метр 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 на том ряду оставил там из сорока три допустим груши на следующем ряду из 43 яблони на следующем ряду из 43 абрикоса я же не собирался из питомника делать сад он сам получился а потом и начал учить других ну-ка видели не нахуй не найдете это этих самых изъединенных дырами это получается облетая грушу данном случае видите грушу облетает эту самую яблони облетают если а у меня только я бы нанесли вот ты а жрала вот такой монолог у смотрим сюда вот это же куплен участок вот этот склон для чего я вам показываю который раз значит талая вода стекает оставшиеся несколько они уже остались так это снимку года три назад было вот это уже оставшиеся плодоносят вот получилось холм по неволе холма никто не делал а как из питомника сделать чтобы было вроде холма чтобы не гнили корневоследие которые покажу ниже как они любят гнить так очень просто все-таки до питомника о которой вы знаете вот здесь допустим сколько тут весе 40 80 так грубо или там нет даже 50 50 вот тут допустим 200 этих я я если посажено было 300 костик из них достаточно повысить вот это много 300 или мало вот несколько тысяч рублей так потом все это вырастает потом остаются но на такой площади штук 10 20 то есть получается один там из 20 из 30 они превращаются прекрасно деревья потому что выросли то на месте как бы без лишней пересадки остальное продано вот и получается что питомник переезжает рядышком он туда дальше право например все видите как все просто делается и тогда вырастают вот такие вот деревья вот вот эта красота иногда подходишь шапку падает с думаю господи неужели это за семь лет другие за пять лет вот такие вырастают а потому что это лопаты не подходил так вот это вот сделана эта фотография я сюда не помню моя не моя вот самое главное что это мое доказательство того что всегда когда дерево проявляет неблагополучие у него уже это дерево то это моя фотография этому дереву лет 67 да и на верхушках появляется легкая это сухость то есть немножко уже листики помельче немножко уже раньше желтеют первые признаки раннее умирание тогда я разгребаю вот это еще я вижу вот это вот этот побег боковой называется он ненавиден всеми это будущее кроме когда дерево это сигнал опасности обязательно отрежут оставят старую крону а это нет а у меня потом я покажу к чему это приводит когда ты перестаешь слушать этих самых так называемых специалистов самое главное вот это начинается гниение почему созданы все условия есть небольшое заглубление я один раз попался так 22 мне достаточно одного раза чтобы выводы сделать про остальные миллионы деревья скажут эти чем всего два дерева увидел гниющих нет потом я увидел их сотни но уже в других садах а у меня константин дерево гибнет а я уже на свои нагляделся и вот с этого все началось разгреб есть всегда сыра ведь нельзя же видим мокро как может быть в среде лета в засуху а здесь мокро а еще придумали эмульчирование и так здесь вы видите две проблемы первое что вот это уничтожено было бы учат специально вас учат вот я вам докажу что вот это очень нужно а вот здесь все-таки холм никуда не деться там уже люди садят в ямки а ямки проваливаются и получается хочешь чтоб хотя бы на ровном месте сделай холм в любом случае даже останется он не останется делай холм так идем дальше не везет на такие снимки они ткнусь до пользы дело вот эта ветка одна из пяти еще были поменьше это того же моего маньчжурца уже такая она была лет двенадцать пятнадцать назад это тот самый уникальный урожай тридцать ведер после этого был один раз только переплюнуть 2016 году а до этого потом я я не хвалю тридцать ведер на следующий год пол ведра потом двадцать ведер потом три ведра потом опять 10 ведер и так устарел старик а тут как дал в шестнадцатом году ведер около пятидесяти это все серьезно это все в фильмах я не то что сказал или съездил в крым чтобы там что-нибудь снять обмануть вот и вот эта ветка смотрите я все-то а потом-то потому вот это приезжают ко мне гости это я учу их вот она все что осталось еще раз видели почему потому что я 33 года назад саженец посадил не обрезав не не треть как иногда редко-редко где-то кто-то на одну треть отрежьте а надо было его срезать это три четверти он был бы сейчас приземистый вот этого бы не было что я терял потерял вот видели да вот любуйтесь потом коль уж такая беда случилась где надо резать ни в коем случае санитарная обрезка это не вот так вот а вот так пень оставляйте первые последние из сотен тысяч учителей за все века я говорю оставляйте пень оставляйте пень неправильно это ошибка страшнейшая когда делает обрезку на кольцо подробности потом еще один момент только конкретика или нет значит вот это вот молодой сад еще был это через дорогу получаться который купил этот товарищ я у него три он у меня три купил саженца два купил третий подарил самый плохонький а потом оказался самым лучшим не знаю почему подарены так вот я сделал фотографии это еще было его сад он же мне продал за миллион рублей старенький домишка плюс мои деревья еще там 10 суток вот за миллион может он не стал таких денег но то что рядом через дорогу и вот получилось интересно это все у меня ложится вот как сказать все гирьки в мою навес новые весы здесь все три дерева довольно вот такие плоды крупные отборные есть еще и крупнее это не самый крупный год а через дорогу там где вот этот мой сад основной где вот этот самый патриарх вот этот все да вот тоже рядом растут королевские манитоба да весь спектр если взять там метров 10-20 весь спектр моих деревьев там амур серафим так далее и они начали усредняться не потомство а сами и вот интересное наблюдение что на отшибе они остались такие какие были вот жалко их мне показать те самые крупные 100 граммовые я не думал что королевские могут до 100 грамм расти а самая верхняя то ну ладно все я проехали в общем вывод опять издали начинают скажу швершим саду мельчают это самый не мельчает нет усредняются это совсем другое слово не дичать усредняется тогда направится вопрос что телегония существует а телегония это бранное слово почему что потому что если у деревьев где телегония существует а данного людей существует тогда получается ой 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 разве можно это самое лучше эту тему запретно обойти но тогда у деревьев они существуют а вам за то существует наберете телегонии разбирать и дальше сами но практически смысл если деревья сохранять отдельно они сохранят крупность называем моносад хотите иметь сад который не погибнет ни при каких условиях делайте смешанный разновидовая видите они защищают другое это называют у меня есть понятие муровидная крепость а еще из понятия вот такая крепость разновидные деревья защищают друг друга видите вот осень покажите мне тлю а здесь и вот четко вот здесь сохранилась а там нет какой сад иметь такой моносад но европа доигралась вспомните катастрофа с груши с этими с вишнями помнили вспомните что яблоня груши жрет это самое грибковое заболевание парша это стало синонимом яблоня возник тире парша груша парша вишне ну вишне другие называют заболевание монолес и черти что их придумали язык сломать можно а результат они тоже грибы спирать дерево надо искалечить помните этих самых дальше фей вот которая справа пока приучает нас к виду искалеченных деревьев как к норме вот а здесь искалеченные но подробнее еще расскажу чуть ниже теперь вот это вот да это академик видите какие я уж не говорю о том что в каждом фотографии можно несколько тем открыть данном случае это о том что мы ждали санна и сестрой угробили сотни ведер вкуснейший ценнейший мякоти не верите у нас весь сад вот так вот под каждым деревом обижаться не на кого иначе у нас косточек не будет понимать только в таком виде мы берем косточки дальше 1 это юля сидит вот я сегодня вас поздравляю